Всем привет, это Радиошоп. У нас появились новые токовые клещи с функцией мультиметра. Это модель от производителя Yata, модель UT73091. Производитель и торговая марка полностью китайские. Как видим, есть оригинальная упаковка под каждую модель. Комплектация вполне стандартная, кроме самих токовых клещей есть термопара, потому что они умеют измерять температуру. Есть щупы, относительно хорошего качества. И стандартный набор макулатуры. Что у нас есть? Гарантийка, есть рекламная такая брошюрочка и есть, естественно, инструкция. Инструкция на многих языках. Есть русский, украинский, мовый, нажальный, майя. Кейс вполне стандартного качества, то есть он не слишком хороший, не слишком плохой. Нормальный для такой цены. А цена у нас здесь 1363 гривен. Работают токовые клещи от двух батареек пальчиковых. Отсек закручивается на шурупы. Из дополнительных функций у нас есть подсветка, есть функция удержания данных на экране, есть функция показа только самых максимальных значений и переключение ручной диапазона измерений. Из функций измерений здесь вполне все стандартно. Есть напряжение постоянное, переменное. Дальше у нас есть сопротивление до 20 мегаом. Есть естественное измерение температуры от минус 20 до 1000. Это очень хорошие показатели. Переключается кнопкой Function, Фаренгейт и либо Цельсий. И есть измерение силы тока. Сила тока у нас до 600 А. Есть два предела до 20 А. и предел 200-600 А. Экран тут всего лишь трехразрядный, то есть помещается всего три цифры, но токовые клещи умеют убирать переднюю цифру, переносить запятую на самое начало экрана. То есть показывается нам и тысячные доли измерений, показаний, что не умеют делать очень многие более привычные мультиметры, как Мастек и Юник. Щупы, как я и говорил, здесь относительно хорошего качества. То есть толщина проводов приемлемая, сами щупы довольно удобные, но крышечки, колпачка, которая открывает больше вот эту металлическую часть щупа, ее здесь нет. Сделано так, видно, как будто бы крышечка есть, но по факту ее тут просто нет. Как видим, батарейку измеряют вполне точно, тут 9,6 вольт. Как и должно быть батареечка немножко подсаженная, вести вольтовая. Сейчас проверим, как измеряется температура. Еще раз напомню, температура от минус 20 до 1000 градусов. То есть это очень большой диапазон. Далеко не все мультиметры и токовые клещи с такой функцией измеряют в таком большом диапазоне. Чаще от 0 до 600. Держится, кстати, термопара очень плохо. Она еле-еле там цепляет контакты. Но, тем не менее, измерить что-то простое вполне возможно. Температура в комнате здесь 24 градуса, так и показывает. То есть с этим проблем нет. В качестве тестирования силы тока я беру вентилятор. Это самый пустой вариант, потому что искать что-то на 220 вольт с разведенными жилами в офисе проблематично. Это у нас вентилятор 12-ти вольтовый. Подключаю я его к батарейке 10-ти вольтовой. В принципе, этого хватает, чтобы измерить силу тока. Но единственное, что нельзя подносить измерительный прибор очень близко к моторчику. Если поднесете очень близко, как я сейчас сделаю, то показания получите с большой-большой погрешностью. Показывает 0,05 А. Это неправильное показание. Это глюки. Из-за того, что рядом катушка мотора, которая своими индукционными полями сбивает нам тестирование силы тока. Чтобы измерить более правильно и заодно сравним, как точность этой плавающей точки, которая изменяется в зависимости от того, что вы мерите, влияет на измерение. Возьмем дополнительно токовые клещи от Юнит. Это будет модель УТ-202А. Довольно дешевенькие токовые клещи за 660 гривен. Но, тем не менее, очень популярный. Хорошая модель. Хорошо все измеряет. И пределы у нее точно такие же. Как видим, показания практически идентичные. то есть, Юнит нам показывает 0,01 и я-то показываю тоже 0,01. Но переносится точка в самое начало экрана и мы видим тысячные доли. То есть, 0,15 А. В Юнит мы в такой точности не увидим только до сотых долей А. В принципе, набор как дополнительных, так и основных функций тут очень хороший. И прибор стоит полностью своей цены. То есть, 1360 гривен. Это не больше и не меньше того, что он должен стоить. Есть, конечно, несколько вопросов как к щупам. Зачем они выполнены именно так, как они выполнены. Почему очень быстро гаснет подсветка экрана, а она реально очень быстро гаснет. Только начиная что-то делать и подсветка все тут же прекращает гореть. в других моделях, особенно в Юнитах, подсветка горит намного дольше и это, в принципе, удобно. Раз я включил подсветку, значит, мне темно, мне надо, чтобы она подсвечивалась. Но это такое как бы не самый плохой вариант. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, смотря, понравилось вам видео или нет. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok